Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор ФМ Технологии искусственного интеллекта компании Яндекс Александра Крайнова Добрый вечер, Александр Добрый вечер Добрый вечер, просто пришла такая новость сегодня, которая нас немножко так напугала даже в Оренбургской области Купили умного ассистента, чтобы он записывал там в МФЦ, в поликлиники И этот один вот робот, можно сказать, голосовой помощник, заменил 33 оператора рекол-центра То есть 33 человека пошли на мороз И видимо еще там было 45 разработчиков, которые его внедряли Ну конечно, они-то заработали, мы за них спокойны А что вот делать тем людям, которые, ну, если будет все это развиваться, вполне возможно, могут остаться без работы Не только про сотрудников МФЦ идет речь, в принципе, мы же видим, как развиваются искусственный интеллект, нейросети и так далее У нас сегодня тема, вот слушатели как раз пишут, меня никто не заменит, потому что я то-то, меня не заменит искусственный интеллект Стоит ли нам бояться остаться без работы? И зачем тогда вообще нам говорят, рожайте детей, размножайтесь, если скоро для нас людей из плоти и крови не останется рабочих мест? Тут есть очень много разных ответов Один из ответов звучит так, он мне очень нравится, это не моя фраза, но я ее прям постоянно цитирую, что Человека заменят не искусственный интеллект, а другой человек, который будет пользоваться искусственным интеллектом Ну это такой инструмент, искусственный интеллект, который нас делает лучше, а если он нас делает лучше, то если я лучше, то я могу заменить кого-то, кто хуже, кто этим не пользуется А лучше в смысле? Добрее, умнее, это что значит лучше? Лучше с точки зрения работодателя, то есть производительный человек, который пользуется технологиями искусственного интеллекта, работает быстрее и качественнее То есть тот писатель, который, скажем так, пишет книгу по старинке, там пером макает в чернила, это медленно. А тот, который зовет на помощь искусственный интеллект, который за него пол книжки написал, он так немножко подредактировал, запятые поставил, вот он и выигрыш. У нас есть еще промежуточное звено, редактор, редактор, говорю, писатель, который печатает что-то на компьютере. Он уже это делает быстрее, чем тот, который писал ручкой. А теперь это просто некий следующий этап. Так получается, вот это среднее звено вообще можно исключить и выкинуть. Зачем нужен писатель, если нейросеть может написать книгу? Вот именно, напиши ей промп, ну вот это вот задание, как правильно делать эту книжку, какую ты книжку хочешь, детектив, там, я не знаю, сказку, и она тебе все напишет. Может, но просто получится плохо. Ну то есть, если хороший писатель использует искусственный интеллект, неважно в какой пропорции, сколько там вклада писателя, сколько искусственного интеллекта, получится лучше, чем если этот писатель будет писать один, и уж точно гораздо лучше, если искусственный интеллект будет писать один. Да, вот тут у меня просто вопрос про плагиат. Мы знаем, что нейросети собирают информацию со всего мира, там, например, отсюда предложение выдернет оттуда, и вот у тебя получается вроде книжка, ты же не все книги в мире прочитал, но автор, который будет читать твою книгу, найдет там свою строчку и скажет, э, алло. Ну, во-первых, скорее всего, он там свою строчку не найдет, и главное, что это работает абсолютно так же, как у человека. Но мы же, когда что-то пишем, мы пишем, потому что мы тоже где-то что-то слышали и прочитали. Вот мы у себя где-то в голове это и соединили и написали. Может быть, даже иногда кого-то процитировав. Ровно то же самое получается у искусственного интеллекта. Он не хранит в себе прям дословно все эти тексты и страницы, а внутри этого нету. Есть просто какие-то общие закономерности, и чем искусственный интеллект в кавычках видел больше хороших текстов, тем он лучше пишет. Подождите, я все-таки не могу понять, вот, значит, писатель, хорошо он остается, он пишет книгу, но ему помогает нейросеть. Каким именно образом, что она делает, редактирует или подправит ему сюжет? Нет, она просто пишет все за него, я так думаю. Ну, это обычно выглядит так, что человек начинает писать какой-то текст, дергает условную ручку, там, нейрон на сети, говорит, напиши продолжение, пишется какое-то продолжение этого текста, видимо, не очень длинное, вот, и дальше человек что-то в этом правит, говорит, еще раз продолжи, или если ему не понравилось то, что она написала, нажимает кнопку еще и еще до тех пор, пока не получит тот вариант, который ему нравится. Стойте, теперь у меня вопрос. Очень своеобразный язык, например, мы же не можем получить в нейросети Бунина, да, потому что такой язык бывает только у человека. Подожди, но ты же отредактируешь под себя. С определенным мировоззрением не может получиться Пушкин. Это будет что-то очень простое, монотонное, и... Ничего подобного. Может быть, будет сюжет, да, интересный, классный, но язык. Не-не-не-не, это прям супер большое заблуждение, потому что если нейронную сеть тренировать не на всех текстах в интернет, как это происходит сейчас, а на конкретном Бунине, или дообучать ее на конкретном Бунине, то есть так, чтобы вот прям Будина, она подражала многократно, то нейронная сеть сгенерирует текст, который будет очень тяжело отличить от Бунина. Подождите, это получается, что я, например, ну там, писатель умер, скажем так, и закончил серию. Ну, как часто бывает, вот тот герой не довел до конца. Я, значит, хочу дописать, ну, например, с Карли Тохара, мне нравится вот эта героиня, я такая хоба, загружаю туда все книжки в нейросеть, да, которые уже были написаны до, и она мне выдает продолжение этой истории прям в том же стиле, в каком писали предыдущие писатели. Абсолютно, ровно так. Ну, круто. Вообще не круто, потому что, смотрите, я считаю, что, ну, картины нейросети рисуют картины, писатели, значит, они нужны, потому что пишут книги, ведь дело же не только в том, как красиво выглядит эта картина, или какой интересный сюжет, это же душа, то есть автор, он проживает, и картину он пишет тоже через призму своего восприятия, и в основном, когда ты смотришь на эту картину, ты не смотришь на то, как оно, ровно, аккуратно, пропорции, ты проживаешь то, что проживал этот человек, то есть это некая энергетическая связь. О, вот сейчас я скажу вещь, за которую меня, наверное, не полюбят многие художники, я, во-первых, согласен, но мне кажется, что вот эта энергетика, душа, эмоция и вот это все содержится не в картине, а в том человеке, который на нее смотрит. Вот у нас может быть какая-то картина, шедевр. Два человека, один подходит к картине и не видит в этом ничего и вообще не затрагивает, а другой впечатляется, да не знаю чего, да слез прям, смотрит на картину и впечатляется. Почему так происходит? Картина вызывает в нас какие-то эмоции, которые в нас живут, она вот что-то такое, что срабатывает, она нам что-то напоминает. То есть эмоции, я абсолютно в этом уверен, и восприятие вот этого всего живет не в картине и даже не в ее создателе, а в человеке, который на эту картину смотрит. Не знаю, у меня вот другой подход, потому что ты приходишь в галерею, ты знаешь... Вот именно что ты знаешь. Жизненного художника, через что он прошел. Подожди, ты знаешь, а если бы ты не знала, произвело бы на тебя такое впечатление? Ну не знаю, я не могу смотреть, например, на фотографии, сгенерированные на нейросети, потому что я знаю, что это бездушно. Да ладно, неправда, вот есть же шедевром от Яндекса, как раз продукт, я там частенько рисую картинки, но мне нравится рисовать. То есть у меня нет времени рисовать красками, как я люблю, но бывает такое, что раз, что-то залепнешь и сделаешь. И иногда такие классные штуки получаются, вот реально. Но хотелось бы, конечно, чтобы вот как-то уметь писать вот это вот задание, что ты хочешь. Нужны какие-то слова, я не знаю, как это все делается правильно. Вот это вот. Дать задание нейросети, чтобы она правильно написала то, что ты хочешь. Вот. И это прям, да, отдельное творчество. Это называется промт-инжиниринг, такое красивое слово, сейчас прям очень модно, когда создается правильное задание для нейронной сети. Многие даже говорят о том, что это же новая специальность такая, промт-инжиниринг, написать такой текст, чтобы в результате получилось хорошо. А я все время этому удивляюсь, потому что мне кажется, что, ну, человек довольно давно этим приемом пользуется по отношению к другим людям. Ну, вот как выглядит промт, чтобы нейронная сеть сгенерила хорошее изображение? Человек пишет там, там, нарисую ромашку, красиво, как будто снята фотография, так, чтобы могли разместить в глянцевом журнале с размытым фоном. На что это похоже? Когда мы говорим отштукатурь стену, сделай хорошо, я проверю, не так, как в прошлый раз, а то будешь переделывать. И вот это каждое наше дополнение, оно появилось не просто так, а на основе предыдущего жизненного опыта. То есть, получается, с нейросетью можно общаться так же, как с тупеньким человеком? Ну, почему не обязательно с тупеньким, а скажем так, с человеком, который может сделать не так. То есть, каждый раз дообучать, дообучать, вот здесь не очень, вот здесь давай поправим, и каждый раз поправляем и поправляем до тех пор, пока не добьемся нужного результата. Пока не добьемся нужного результата. А вот есть уже эти курсы промтоинжиниринга? То есть, можно куда-то пойти на это учиться, чтобы потом ты такой царь, при работе у тебя все есть, потому что ты в этом разбираешься, а другие нет. Есть, есть, очень много таких разных курсов появляются, но я бы предостерег от того, чтобы прям серьезно этим заниматься. Почему? Потому что нейронные сети развиваются, вот писать такие сложные промты становится все менее и менее нужно. Все, что мы, разработчики, делаем, мы делаем так, чтобы с нейросетью можно было общаться на нормальном, естественном, человеческом языке, она с первого раза понимала, что надо. Но прямо сейчас, конечно, искусство задать правильный запрос, оно очень важно. Слушайте, Александр, вот про искусство задать правильный запрос. Смотрите, есть в Яндексе такая штука, как быстрый ответ, которая генерируется... Нейра, это как раз сеть, которой вы занимаетесь. Насколько я, как пользователь, понимаю, она выдает ответ на основе, ну, там, значит, анализы большого массива каких-то существующих в интернете статей. И очень часто бывает такое, что быстрый ответ некорректен. Я это уже проверяла неоднократно. Вот, пожалуйста, у меня есть скрин. Значит, быстрый ответ. Кто такой Тёма Лебедев? Отвечает нейросеть. Артемий Лебедев. Настоящее имя. Абрахам Жанович Ибджан. Может быть, это правда, откуда ты знаешь? Ну и дальше уже, откуда? Какой Абрахам Жанович Ибджан? А раскрыли мы всё-таки правду про Тёму, да? Сейчас оправдываться придётся. В водолазках всем троим. Как получается так, что... Ну, ты же задаешь вопрос, чтобы получить правильный ответ, а выходит вот... Я расскажу, я расскажу. Как это работает? Как работает наш нейро? Поиск находит в интернете информацию, всё, с разных сайтов, с разных источников, а нейро перерабатывает эту информацию в соответствии с запросом и выдаёт уже готовый результат. Но что мы обязательно делаем? Понимая, что в источнике, который мы нашли, может содержаться информация не точно, под каждым абзацем текста, который выдал нейро, мы обязательно ставим циферку, и внизу есть сноска, откуда этот текст получен. Чтобы можно было пройти и проверить, действительно ли там такое написано. То есть, вот, это всё, конечно, здорово, быстрый поиск, ля-ля-ля, но нужно всё равно перепроверять. Нужно всё равно всегда перепроверять. И вот я прям, мой совет всем, неважно, чем вы пользуетесь, пользуетесь ли вы искусственным интеллектом, или вы читаете написанные тексты, или слушаете ли вы сейчас меня, перепроверить никогда не помешает. А возможно, кстати... Потому что он его делает. Да, возможно, назвать папой искусственного интеллекта в России? Или уже дедушкой? Ой-ой-ой, уверен, что нет. Нет, я, конечно, думаю, как у любой технологии есть очень много великих отцов-учёных, но я боюсь, что я с ними в один ряд не готов становиться. А вот у меня вопрос, деточки, правда, тут, когда были выкрали, личные микрофоны, сказала, ой, это тоже самое, это уже спросила. Всё-таки я сформулирую. Смотрите, я преподаю радиожурналистику, и курс заканчивается, дети пишут курсовую. Они приносят курсовые, от которых волосы дыбом на голове встают, потому что они пишут с помощью нейросетей, и им искусственный интеллект рассказывают про каких-то несуществующих личностей, и, собственно, жизнь этих личностей, про радиостанции, на которых эти несуществующие персонажи работают, и получается, что вся курсовая идёт просто под нож, потому что они её делают на основе вот этих некорректных данных, которые им кто-то там рассказал. А те, кто к вам приходят, они журналисты, да? Да, вот это да. Это я сейчас прохаршую. Опять вы про факт-чекинг говорили. Да, 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 конечно, именно. То есть вообще мне кажется, что очень полезный навык для любого человека – это факт-чекинг, проверка фактов, действительно это правда или нет, а особенно это важно для журналистов. И мне кажется, нейросети – это отличный тренажёр для журналиста по проверке фактов. А вот про лингвистов ещё можно задать вопрос? Извини, что я перебила. Мы знаем, что в русском языке есть слова, которые обозначают, ну, разные вещи. Например, там клетка. Есть клетка для животных, есть клетка в человеческом теле, есть там, не знаю, кошки. Кошка как животное, опять же, и кошки вот там на обуви у альпинистов и так далее, и так далее. Как вы обучаете нейросети понимать в контексте разные слова? Абсолютно так же, как учатся люди. То есть на примерах и на текстах. Ну, мы же, когда учим язык, ну, если мы учим язык на курсах языка, то мы, наверное, конечно, учим отдельные слова и правила. А как язык учат дети? Ну, просто в разговорах просто слышат и учат, и как-то интуитивно учатся понимать. Ну, наверное, здесь же не ребёнок, не живой человек. Вот именно, да. Насколько быстро он обучается? По способу обучения очень похоже на ребёнку. Потому что обучение нейронной сети, вот именно, собственно, этим и отличается искусственный интеллект от всего остального. Тем, что он учится на примерах, на большом количестве примеров. То есть там никто не программирует правила. Если так, то так. Даёшь примеры, нейронная сеть обучается на примерах. Прочитала много текстов, понимает, что, да, бывают разные кошки. И вот у меня вообще, как бы, исходя из всего этого вопрос, то есть, скажем так, нейросеть ещё недоразвитая. Ну, то есть ей ещё учиться и учиться, развиваться и развиваться вот до того уровня, когда мы сможем ей полностью доверять. При этом, вот я знаю, что нейро уже может помогать не только писать курсовые Юлькиным студентам, но и там решить за школьника задачу. Я вот прочитала, что она такое способна сделать. Насколько школьник, придя в школу с такой вот задачей, решённой нейросетью, может получить пятёрку? Смотря на что он посмотрит. Вообще давно существует в интернете большое количество различных решебников. То есть дети-то это знают лучше всех остальных. Они ищут ответы на задачи. А то, что делаем мы, мы ответную задачу прячем за какое-то количество кликов и вначале показываем, как это было решено. То есть мы нашими сервисами стараемся притянуть школьников к тому, чтобы они увидели, как решать. Не само готовое решение, а ещё и как решать. Да-да-да, но вы же как бы подсказываете им, как решать. А они должны это сами сообразить на основе того, что им учитель на уроке рассказал. Не отупеют ли люди, в конце концов, потому что за них всё будут делать. Это всё решат, тут напишут, здесь нарисуют, а я буду лежать на диване, как этот, на печке Емеля, и всё за меня будет решаться само. Кайф! Ну, вообще давно такое происходит. У нас появляются компьютеры, калькуляторы, которые за нас много чего делают. И мне кажется так. Хочешь отупеть, возможности такие, конечно, есть, и тебя могут все решать. А хочешь оставаться умным, ну, потрудишься, порешаешь что-то сам, и нейросети тебе будут в помощь. Потому что в тот момент, когда у тебя вот прям не получается, и хочется всё бросить, у тебя всегда под рукой есть такой учитель, к которому ты можешь обратиться, советчик, и он тебе поможет. Ну, то есть это такая вещь про осознанность. Человек сам должен понимать, что нейросети не за него, а ему в помощь. Как раз сегодня вот эта новость пришла. Там Пол Грэм, вот этот вот известный, да, человек тоже, который занимается нейросетями. Мне сейчас нравится такой, тоже известный. 20 лет у нас вот есть на то, чтобы как-то к этому привыкнуть, а потом мы будем просто тупить. Большинство людей разучится читать, писать и ясно мыслить так, как нейросети сделают это за них. Даже думать будут за нас. Да нет, нет, конечно. Ну, конечно, не разучится. Ну, смотрите, в нашей жизни же такое было. Вот когда-то у людей даже книг не было, текста не было. Они, чтобы что-нибудь узнать, ходили к друг другу и спрашивали. А потом появились книги, всё это можно узнать из книг. Разучились люди спрашивать? Нет, не разучились. А потом появились компьютеры и интернет, и тебе книги не нужны, потому что можешь сразу ответ получить в интернете. Разучились ли люди читать книги? Не разучились. и общаться друг с другом не разучились. Это еще один быстрый способ получения информации, который не отменяет предыдущая. Александр, а вот это же все равно все построено на сети интернет. А что-нибудь произойдет в мире, что интернет раз и отключится? Что произойдет тогда вот с этим всем, во что вложено столько энергии? Помните, вы же был этот ужас, когда там типа 2000 год наступает, компьютеры запрограммированы только до 1999, мы все умрем, коллапс. Недавно ведь была история, когда что-то там с программным обеспечением и самолеты в Европе, в Америке не летали, не могли ни билеты продавать, ни регистрировать, ничего. Ну зачем вы это спросили? Ну хорошо же сидели-то, а? Это правда, серьезно. Есть какой-то план Б? У меня нет. Ну, не знаю, печку, дрова, печку построить, дрова заготовить. Нет, ну правда, это действительно хороший вопрос, потому что мы сейчас все очень сильно впадаем в зависимость от интернета, и это вопрос даже не в искусственном интеллекте, а просто, ну так, получилось, что нам без него уже тяжело. И каждый раз с ужасом думаешь, а что произойдет, если интернет вдруг отключится? Ведь людям для того, чтобы восстановить, подключить, нужно будет зайти в интернет посмотреть как, а он не работает. Это прям сложная история. И если чего-нибудь бояться, да, только того, что мы не по осторожности сломаем себе интернет. А вот у меня еще, ну ладно, например, нейросети развиваются, 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 и вот уже какое-то глобальное облако, я, кстати, читала такой роман, апокалиптический, там облако это решало, кому из людей жить, потому что нужно было выкашивать периодически вот этих вот лишних граждан. И то есть оно все за нас решает, а мы в какой-то момент думаем, ну-ка, хватит. Есть вот какая-то кнопка, которая все это вырубает? Тут даже хуже. Тут обычно, даже если ты кнопку не нажимаешь, оно постоянно само падает, отваливается, не работает, и все время нужно за этим следить. Вот, да, то всегда можно выдернуть из розетки. Но вообще, на самом деле, неправильно все такие претензии предъявлять искусственному интеллекту, потому что это все-таки всегда формула, по которой решается поставленная задача. И если вдруг кто-то говорит, что искусственный интеллект решает там как судьбу разных людей, то вообще-то решает не искусственный интеллект, а какой-то человек, который технологиями искусственного интеллекта пользуется. Так он может же написать эту формулу, получается, в 20-м или там, в 21-м веке, а в 25-м веке эта формула как-то не так сработает. Ну, потому что у нас постоянно меняются даже моральные установки. Когда-то вот сжигали ведьм, а теперь их вот посадили работать здесь на юмор-фм. Когда вы ставили памятники, а теперь их сносят. Я думал, пришел на юмор-фм, буду шутить, а тут прям такие серьезные вопросы ставятся. Есть такое понятие, называется сдвиг данных. То есть со временем данные постоянно меняются. Мир наш меняется, и поэтому, если бы научили какую-то формулу на том, что было несколько лет назад, то вот сейчас она будет работать хуже. И поэтому ученые, которые делают нейросети, создают, ну и разработчики, они постоянно добирают всякие свежие данные и потихоньку постоянно доучивают. То есть, чтобы нейронная сеть, ну вообще искусственный интеллект действовал в соответствии с меняющимся миром. А может быть такое когда-нибудь наступит время, когда не будет нужен человек для обучения нейросетей? То есть, она начнет сама себя обучать. Никогда. Никогда. Даже если есть технологии, которые делают так, что нейронная сеть, ну не то, что сама себя обучается, а учится на собственных действиях. Но человек в процессе все равно нужен. Потому что, вообще, по большому счету, нейронная сеть – это способ размножить наши знания. Угу. Так, у меня еще такой вот тогда вопрос. Получается, ваша нейросеть, вот нейра от Яндекса, она все знает, быстрые ответы дает. А может ли она, например, за меня подать налоговый вычет в налоговую? Потому что я не понимаю, как это делать. Вот прямо сейчас подать не может, но я абсолютно уверен, что появятся у нас ли или у самой или налоговой такие сервисы, когда можно будет просто попросить. И налоговый вычет или еще что-то. В общем, любые документы будут сделаны. То есть нейросети становятся для нас таким способом говорить человеческим языком с чем угодно, с любыми другими сервисами. Угу. Но это ведь страшно. Она обо мне все знает, а я о ней ничего. Да она ничего не знает, кроме той информации, которую дали прямо сейчас, а в следующий раз про это забыли. Мы не верим. Я тоже не верю. Это потом достается в новый момент. У меня есть прямо прекрасная метафора. Вот представьте, вот хотите, чтобы у вас дома вдруг появились там на бумажке записанные прям тексты информации про каждого человека. И тот, кто говорит, хочет, он не представляет себе, что произойдет. Он просто даже войти в квартиру не сможет, потому что там будет все забито и не найдешь там ничего. С данными то же самое. Если даже где-то копится и собирается много данных, чем больше данных собирается, тем тяжелее в них что-нибудь найти. Вот и резюме такое. Нейросети. Это все-таки добро или зло? Вот сейчас прям вынесем вердикт им. Это вообще не добро и не зло. Это инструмент, который становится либо добром, либо злом в зависимости от того, кто использует. Добро или зло всегда в человеке, в руках человека, а не в инструменте. А нейросеть, она никакого отношения, то есть она не человек. Она не человек. Она не человек, она инструмент. Она против тебя не восстанет и не сядет в это кресло. Я не верю, мне страшно все равно. Большое вам спасибо, Александр. Конечно, этот разговор может быть бесконечным, но, к сожалению, мы ограничены во времени. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях был эксперт по развитию технологии искусственного интеллекта компании Яндекс. Александр Крайнов. Вот с ним можно много разных интервью посмотреть. Зовите еще, я приду с удовольствием. Мы с удовольствием, потому что, да, разговор не окончен. Огромное вам спасибо. Спасибо. И всего хорошего. Спасибо, хорошего вечера. Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор ФМ.